Байкал Байкал И судьба распорядилась так и не иначе. Ряд неожиданных событий, удачных и таких же неожиданных знакомств. Все проблемы решены, и мы мчимся, мы едем в заветные места. Впереди что-то долгое, интересное, несколько пугающее и дарящее чувство восторга и внутренней дрожжи. Выгружаемся на 314-м километре Баргузинской дороги. Отсюда до Байкала 60 километров. Именно здесь, у речушки Гремячия, начинается путь к чистому Байкалу. Единственная туристская тропа через Баргузинский хребет. А заканчивается тропа в бухте Чевыркой. Первый километр тропа идет по густому лесу, и вдоль ручья приводит к первой стоянке, зимовье. Отсюда предстоит 5-километровый подъем на Баргузинский хребет. Пять дней уходит у нас на путь до Байкала. В течение пяти дней мы будем двигаться к своей цели. Ну что, следующий переход. Склоны хребта крутые, поросшие лесом и травой. Постепенно долина расширяется, и лес уступает место густому кедровому стланнику. Подъем заканчивается, и вы на высшей точке тропы. Высота 1700 метров. Здесь стоянка плата. Ну а дальше спуск вниз. Всего на тропе семь оборудованных стоянок. Места стоянок расположены таким образом, что по ним может пройти путешественник любого возраста. Самый живописный участок вдоль реки Большой Чевыркой, текущий по живописному каньону, где встречаются многочисленные каменистые россыпи и прижимы. Далее тропа идет по прибрежным террасам, поросшим могучей тайгой. На наших глазах река Большой Чевыркой из небольшой речушки превращается в полноводную реку, несущую свою чистую воду к Святому Байкалу. Там, где река выходит из теснина гор и разливается несколькими рукавами, мы выходим на границу леса и пойменных лугов. Стоянка так и называется – пойменная луга. Летом здесь комариное царство. Хотя в наши планы не входило ночевать на этой стоянке, но из-за плохой погоды и отсутствия дороги мы принимаем решение остаться здесь. На утро тучи расходятся. Делаем попытки поиска тропы, но безрезультатно. Серьезно? Нет в тайге дороги. Судаками за 30 минут две реки пересечь, вон на тот склон. Ну и что там тропы? На склоне нет тропы, да? Может быть она немного выше шла? Да. Вариант остаться жить здесь. Второй вариант – вернуться назад. Третий вариант – все-таки попытаться без дороги, по болоту проплыть. Туда, куда вы шли, и выкликать комарам. Мама, я прыгаю. Уже как домашние. Вина, у тебя тресированные комары. Не взяли. Средство комаров, но оно не помогает. Последние километры до Байкала были самыми сложными, так как двигаться приходилось без дороги, по колено в воде, по пойменным лугам. Наконец, изрядно вымотавшись, выходим к Байкалу, на берег Чевыркуйского залива. Слава Богу, Байкала! Наконец мы тут! Ура! Вот этот дом, старый дом, построен в 2014 году. Вон дом, это был Баргузинский заповедник здесь. Раньше начинался. Теперь убрали, дальше будет. Что-то там. Видишь, выбирает дома и устроит дачу. Сейчас сидит, говорит, вертолет будет садиться прямо на дом хозяина. Удивительно красивый пляж, веселенький, переливающийся на солнце песочек и кедровый стыладник. Людей нет, не считая палатки в начале пляжа. Вдоль Чевыркуйского залива дует южный ветер. Ближе к середине залива бегут белые барашки. Там, вон, черт, это, брусники в поле и губите поле. После почти пятидневного перехода состояние покоя кажется чем-то неестественным. Несколько дней мы проводим на берегу. Погода стоит изумительная. Вода в Байкале чистая и бодрящая. Чевыркуйский залив радует нас своими красотами. Дальнейший путь возможен только морским транспортом. За четыре тысячи местные рыбаки переправляют нас на Святой Нос, в бухту Змеиная. Это одно из самых притягательных мест в Чевыркуй для туристов. Здесь Змеиный источник, вода в котором близка по составу к пятигорским источникам. О-о-о, кипяток! Это мы в середине тайги Байкальской. О-о-о, как плющик! Вода градусов 60. От источников начинается тропа, которая ведет до местечка Монахова. Это почти 30 километров. И следующая крестовская бухта окажется последним пустынным местом. Если на Байкале место более удобное и привлекательное для отдыха и туризма, чем Чевыркуйский залив, с его живописными берегами, многочисленными бухтами, чудесными пляжами, хорошо пригреваемой водой, кто знает Байкал, тот скажет, что нет. Таких глубоких, закрытых от ветров бухт, как в Чевыркуйском заливе, больше на Байкале нигде нет. Вдали перешейк, соединяющий святой нос с материком. Местечко Монахова в момент нашего появления более всего походил на цыганский табор, расположившийся на автостоянке. Узкая полоса суши, прижатая к Байкалу заполоченным участком, была заполнена палатками, машинами, людьми, собаками и даже козлами. Царила атмосфера настоящего цивилизованного отдыха. Утром покидаем Монахово. Впереди последние 40 километров через перешейк святого носа. Вечером мы должны быть в Усть-Баркузине. В кольчу в сна загутались оскалом, что дремлют величаво над Байкалом. И кажется, что сон их век овечен, но в очертаниях всех вершины склону. Высь к небу дерзновенно устремленных не чудится иное человече. Когда-то, измеряя мир отдали, Сюда на берег моря дошагали Титаны, что лимбу не согнулись, Сплетясь руками, став живой стеною Своим тяжелым монолитным строем. Они Байкал закрыли и уснули. Безжалостное время вековало, Столетие грустно них напластовало, Одела в камень, присогнула плечи. И в этом литургическом покое Свод неба подпирая головою, На страже здесь они пребудут вечно. Но лишь тогда, когда настанет вечер, Они пытаются расправить плечи, Но тяжи груз ушла, былая сила. До спехи каменные море бьется, Баюкает, а может, и смеется Над тем, что время хитрое с вами. Богатыри, я всей душою с вами, С борьбою несклоненными головами, Я очарован дикой красотою. И если вдруг на сердце грустно стало, Вернусь я снова на берег Байкала, Чтоб унести частицу непокоя. Субтитры подогнал «Симон»